Рудену 21. Вместе с Резидой они работают в мастерской центра «Семья». Шьют подушки, наволочки, мешочки и сумки-шопперы. Свою работу Руден знает на зубок. Он подробно рассказывает нам, как правильно проложить ровную строчку. Сначала руками мы шли, потом на машинке мы шли. Это все получилось. И у нас получили эти мешочки. Резида – закройщик в мастерской. Выкройки всех изделий выполнены с ее легкой руки. Работа для девушки – это возможность накопить за свою мечту – новенький телефон. А еще занять и реализовать себя. Вот эту сумку краю я. Все, все краю. И мешочки. Еще наклеечки сделаем, разгладим. Инклюзивная мастерская, которая появилась в этом году, успешно работает благодаря гранту президентского фонда культурных инициатив. Здесь ребята с ментальной инвалидностью получили свою первую работу. И уже в декабре этого года поедут на выставку ВДНХ «Экспо в Уфу», чтобы презентовать свои работы широкой общественности. А вот Азат после детского дома мечтал стать поваром. И сейчас он с удовольствием готовит на кухне центра вместе с другими ребятами. Я леплю розочки. Из украшения розочки леплю. Надо сначала тесто, муку, воду, яйца. Все взбивать и подождать хотя бы полчаса, когда тесто поднимется. Есть ли какие-то сложности сходить в магазин продуктов? У меня с удовольствием это деньгами. Меня могут обманывать. Самостоятельно пересчитать деньги, сходить в магазин, купить продукты, приготовить себе поесть. С такими трудностями порой сталкиваются ребята с ограниченными возможностями здоровья. Благодаря гранту фонда «Абсолют помощь» в центре бесплатно учат ребят от 7 до 18 лет. На уровне бытовых навыков влиться в общество без лишнего стресса. Работают в центре и с самыми маленькими детьми от 0 до 7 лет. Благодаря нашим занятиям дети осваивают умение одеваться, переодеваться, качественно сидеть за столом, длительное время принимать участие в тех или иных активностях. И тем самым мы создаем плотный, хороший фундамент для их качественного обучения в школе. Но самое главное, по словам специалистов, в работе с особенными детьми – это умение слушать и слышать. Эти ребята живут полноценной жизнью. Просто им иногда надо помочь. Александра Котикова, Азат Давлетшин. Время новостей.